Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1363, тема «Разбор выступлений Амбросия Юрасова». Вопрос 351. Можно ли осенять себя крестом, проходя мимо оскверненного, разрушенного частично или полностью храма? Отвечает Амбросий Юрасов. «Если в этом храме прежде была служба, а теперь пусть даже и проезжая дорога, ангел-хранитель престола Господня здесь будет стоять до второго пришествия. Это потому, что на этом месте совершалась страшная всемирная бескровная жертва». Комментирует Игнатий Тихонович Хлапкин. «Ни одного слова в этом полном ответе нет по Писанию. Плотским своим умом отвечающий надмивается безмерно, вторгаясь в невидимое». Колоссянам 2.18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом». Слово «ангел» встречается в Библии 376 раз и ни разу не указано, что ангел где-то на одном месте стоит, не шевеляясь, ограждая какие-то развалины. Постоянно повторяя одно и то же, человек имеет свойство верить в это. Нигде, ни разу в Писании ни Христос, ни апостолы не придавали такого значения местам своих собраний. Столь гипертрофированное отношение к ним, какая-то исключительная якобы важность, появилась по очень простой причине. «Иисус Христос посылает своих учеников в мир закидывать сеть, благовествовать, проповедовать» – Марка 16.15. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». «Господь задержал учеников от выполнения этого приказа всего лишь на 10 дней, дабы облечь их силою. Не для того сойдет Дух Святой на землю, чтобы придать такую сверхкосмическую ценность священству, как проповедуют Амброси и другие его собратья, а чтобы эта сила Духа Святого сделала полновесной их проповедь». Лука 24.49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Деяние 1.8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». «Не для того, чтобы быть в стенах храма и чтобы люди шли к тебе. Все пошло на выворот. Вечеря Господня совершалась очень просто. Преломил, подал, сказал, а все остальное придет потом, чтобы оправдать свое стояние и ничего не делание». И перешел страшный перекос в сторону богослужения. «И священники посредством такого объяснения своей сверхблагодатности, как раздаятели таинств господствуют над народом. Если их сегодня поставить в условия, равные с апостолами, и высадить в незнакомом месте, они же с голоду все перемрут через неделю, им в первую очередь подавай храм и все остальное. И пусть люди приходят, а они начнут править службу. О такой религии Бог не создавал». «О, если там, за тайной гроба, есть мир прекрасный и святой, где спит завистливая злоба, где вечно царствует покой, где ум не возмутят сомнения, где не изноет грудь в борьбе, Творец, услышь мои моления и призови меня к себе. Мне душен этот мир разврата с его блестящей мишурой. Здесь брат, рыдающего брата, готов убить своей рукой. Здесь спят высокие порывы свободы братства и любви. Здесь ненасытный Бог наживы свои воздвигнул алтари. Душа полна иных стремлений, она любви и мира ждет. Борьба и тайный яд сомнений ее терзает и гнетет. Она напрасно молит света с немой и жигучей тоской. Глухая полночь без рассвета царит всесильно над землей. Твое высокое учение не понял мир. Он осмеял святую заповедь прощения, забыв твой светлый идеал. Он стал служить кумирам века, отвергнув свет, стал жить во мгле. И с той поры для человека уж нет святыни на земле. В крови и мраке утопая, ничтожный сын толпы людской, На дверь утраченного рая глядит с насмешкой и хулой. И тех, кого зовут стремление к святой духовной красоте, Клеймит печатью отвержения и распинает на кресте. С.Я. Семен Яковлевич. Семен Яковлевич Натсон. 1879 год. С.Я. Семен Яковлевич. С.Я. Семен Яковлевич. Продолжение следует...